Привет всем! Всем привет! Как слышно, как видно, все хорошо, все замечательно, по ушам не бьет, все отлично. Мы очень-очень рады вас видеть, очень давно мы с вами не слышались, не слушались и не виделись, в общем. Итак, давайте начнем нашу планерку. Напишите, пожалуйста, в чате, кто первый раз на планерке, из каких вы городов и что я хочу сказать. Планерка эта будет посвящена Великой Тайне 21 века, наконец-то она раскрыта, Тайне Арифлейма 21 века. Теперь мы все знаем, как нам поехать, как получить билет на круизный лайнер, который будет у нас в следующем году и как нам быстро-быстро выйти на крутой доход. Признайтесь, ребят, кто еще не слышал про новую стратегию. А кто слышал, ночь не спали? Напишите в чате. Лично мы ночь не спали. Лично мы не то, что ночь не спали. Мы все эти считаем, подсчитываем, высчитываем и просто расстраиваемся от того, что мы не догадывались о такой системе раньше. Да, если бы мы о ней узнали 1 июня и начали работать по ней, то я даже не представляю, что бы мы сделали. Вы знаете, мы очень долгое время думали, почему другие команды так быстро растут. Но мы, конечно, тоже быстро растем, но хотелось бы еще быстрее. А оказывается, все гениальное просто и настолько это все легко и эффективно, что, вы знаете, даже вот какая-то дрожь берет и понимает, что нас ждет в ближайший каталог, 2-3 каталога. Сколько у нас будет директоров? Сколько нам надо будет делать таких роликов? Сколько у нас будет новых званий? В общем, это очень круто. Ребята, тут не то, что на Сочи надо квалифицироваться с такой системой, надо на Майами сразу квалифицироваться, на бриллиантов, к осени. Ну, да, надо... А, к осени, говорю, к апрелю. Нет, мы говорим не про нас, мы говорим про всех, что... Нет, я вообще говорю про всех. С данной стратегией можно на бриллиантов выходить за год. Выпусти ее, пожалуйста. У нас даже кошка нервничает. От радости. На запись мы поставили, Рома. У нас даже кошка от радости поет сейчас песни. Мы ее выпустили, да? Да, ты ее потолкни, погуляет немного. Ну что, давайте расставим акценты и поймем нашу стратегию. В первую очередь, мы с вами все будем нацеливаться на золотого директора. То есть, кто еще не находится в звании директора даже, да, то вы можете на золото выйти в ближайшее время. На слайде я написала по уровням, сейчас вы увидите, что кого ждет, если действовать действительно по этой стратегии и по системе. Итак, давайте вспомним, какие привилегии получает золотой директор. Во-первых, это человек, у которого в группе два директора. Это человек, доход которого более 900 тысяч рублей в год. Это премии, тысяча долларов, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов, суммарно три с половиной тысячи. Напишите в чате, сколько это будет в рублях. На слайде немножечко устаревшая информация, возможность путешествия в Турцию на золотую конференцию. На самом деле, мы поедем в более крутое путешествие, то есть, там будут и Афины, там будет, так, что еще там будет? Греция. Ну, Греция, это и есть Афина, да. Потом Италия, Рим, откуда стартуем, Турция. А, ну, Турция, да. И обратно, да. То есть, написано здесь только одна страна. Ну, приглашение на банкет директоров, это само собой. Доллар 78, еще больше суммы получается. Ну, вот, хорошая сумма. Что можно купить на 245 тысяч? На 200 получилось, конечно. Даже на 300 тысяч рублей. Ну, и, соответственно, конечно, автобонус. Автобонус, 70 тысяч рублей сразу выплата и 13 тысяч рублей в месяц компания вам еще начисляет за прирост. А прирост у нас у всех, естественно, будет, потому что мы все зареганы в 15-16 годах. Так что, в любом случае, эти выплаты будут. Что еще? Какие ништяки получает золотой директор? Напомните, ребят, если я о чем-то забыла еще упомянуть. 273. Вроде 8 рублей раньше, а какая сумма значительная, да? 30 тысяч. Вот, круто, круто. Представляете, ну, за полгода даже меньше можно выйти на этот уровень. А директорский уровень получить буквально за 3 месяца. И примеры у нас уже такие есть. Только что ролик посмотрели про Машу и Пашу. Так, ну что, пойдемте дальше. Суть стратегии заключается в чем? Вот Роберт очень хорошо объяснил на вчерашней планерке. Обстоятельно, на слайдах, с картинками. Ну, вот я решила просто в тексте все указать и еще раз подытожить. В чем суть? Мы максимально быстро строим первую ветку командой. То есть не раньше как бы спонсор первую ветку строил вам, сейчас команда. То есть идет концентрация напряжения по одной ветке, которую можно вывести буквально за 2-3 каталога на уровень 22%. Потом по этой же стратегии запускаем вторую ветку и так далее, так далее, так далее. Вторая ветка, которая выходит на 22%, это же уровень золотого директора. Приходит к нам новый человек. Вот новички, кто здесь есть? Еще раз отметьтесь, я что-то не увидела в чате. Написали бы не написали. Кто вы только пришел? Марина, да? Диана, Люда, Даша. Отлично. Ну вот буду объяснять вам, и старички тоже слушайте. Вот вы приходите, вы начинаете работать, то есть обучаетесь. У вас появляются первые партнеры, и вы этих партнеров регистрируете в свою первую ветку, в общекомандную ветку. В эту же ветку регистрируют партнеров, люди, которые находятся, получается, над вами. И какое условие? То есть в данную ветку вам нужно зарегистрировать минимум двух работающих партнеров. Кто такой работающий партнер? Это человек, который посещает планерки и вебинары, человек, который приглашает партнеров в бизнес и делает личный товарооборот. Вот это уже критерии работающего человека. Понятно, что в первый день выявить это достаточно сложно, но в течение недели уже можно понять, насколько человек готов к данной деятельности. Понятно по этому поводу? Поэтому регистрируем в эту ветку до тех пор, пока вы не убедитесь, что это два ваших ключевых партнера. Это может и 20 человек зарегистрировать, можно и двух всего. Понимаете? Но главное, чтобы эти люди были реально работающие и сами сделали регистрацию уже в эту же ветку. Когда ваша группа выходит на уровень 15%, 15% это 3000 бонус-баллов. Это товарооборот примерно 100 тысяч рублей по группе. Вы можете уже начинать строить вторую ветку. И по данной стратегии группа может выйти за два каталога на уровень 15%. Обращаюсь теперь к ребятам, которые находятся уже на менеджерском уровне. Допустим, менеджеры 9-12%. Вы тоже сейчас подключаете по данной стратегии первую общекомандную ветку партнеров. И когда у вас в этой ветке появляются два работающих партнера, вы начинаете вторую. То есть с уровня 15% также. Вторая ветка в том же самом порядке. Также до тех пор, пока не появятся два ключа. Также колбасой вниз. И вот смотрите, вот кто находится на уровне 9%, ваша задача в этом каталоге выйти на уровень 15%. Кто на уровне 12%, ваша задача выйти на уровень 18%. То есть перескочить через уровень по данной стратегии. Обращаюсь к менеджерам 15%. Вы все в этом каталоге по данной стратегии должны выйти на уровень 22%. Вы работаете точно так же. Подключаете ветку двух работающих. И, соответственно, потом начинаете вести вторую ветку. Пока не вижу вопросов в чате. Ребята, задавайте вопросы. Кому что-то непонятно. Аня Брезгенова, что именно тебе непонятно? Нет, ну Аня еще ничего. Нет, Аня писала выше, по-моему. Нет, 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 она писала про то, сколько премии. Миллион вопросов. Ладно, Аня, пиши пока, и мы постараемся на все вопросы ответить. На самом деле, когда командой разбираешь все вот эти моменты, намного легче потом действительно объяснять другим партнерам. Лучше вживую объяснить, чем писать, например, в чате это все. Лучше сейчас все точки надо расставить и работать по этой стратегии всей командой. Что еще я хотела сказать? Ну вот представьте, допустим, менеджер 9%. Ребята, напишите в чате, кто сейчас находится на этом уровне. В вашей команде, то есть по первой ветке, примерно получается от трех работающих партнеров. 3-5, ну вот я подсчитала. И каждый из этих партнеров, я также включаю и нас, то есть вот мы как спонсоры, естественно, тоже подключаем, то есть мы никак от этой деятельности не отходим. Мы делаем все те же действия, что и вы. То есть мы помогаем всем веточкам. Допустим, 3-5 партнеров. Давайте возьмем трех партнеров. Каждый из партнеров подключает по два человека работающих. Каждый делает по 150 баллов. И вот эти работающие также подключают по двух работающих. Ну знаете, за три недели каталога это возможно сделать. Я беру вариант минимум. Теперь посчитайте. Три партнера. Каждый подключил по двое. Это 9 человек. Вот 9. Потом каждый из вот этих новичков подключил по одному партнеру. Это сколько уже получается? 12 человек. Давайте 12 умножим на 150 баллов. Сколько это будет? 1800 бонус баллов. То есть это уровень 12%. И не забывайте, я говорю про менеджеров 9%. У вас тоже есть веточки на данный момент. Вы их переводите на эту же стратегию. Но этот каталог, вы их не трогайте. Они начинают работать самостоятельно по этой стратегии. Вы возьметесь за них тогда, когда уже выйдете на уровень 15% как минимум. Это я говорю 9%никам. Те, кто находится на 15%, вы работаете по этой же стратегии в этом каталоге. Вы уже выходите на 22% и запускаете вторые ветки на эту стратегию. То есть я обращаюсь сейчас к ребятам, которые уже находятся на менеджерских уровнях. ИП можно, Евгений, открывать вообще на любом уровне, хоть и сейчас. Главное, приоритеты для себя поставки. С какой суммы вам не жалко будет платить налог государству 6% и 23 тысячи в год пенсионный фонд? Люд, сейчас мы до этого момента дойдем. Я скажу про технический вопрос. Сейчас вот они как раз про отрывы будут говорить. Вот вопрос там просто они задали. Про отрыв. Первая ветка, Юль, это типа спонсорская. Сейчас мы ее будем называть просто первой веткой общекомандной. Да, это спонсорская. Правильно. Спонсорская, как вот раньше мы ее называли. Давайте посмотрим на цифры и на наши выгоды, чтобы вы понимали, что это в любом случае вариант намного лучше. У нас вот такая ситуация. Есть партнеры. Ну вот сразу приведу пример из жизни. Мы когда пришли в бизнес, Оля с Робертом нас зарегистрировали не в свою первую линию, а под людей, которые тоже работали. Но не в таком интенсивном режиме. Мы начали очень быстро расти. Мы вышли на директорский уровень, и мы очень сильно переживали, что мы их съели, что они остались без зарплаты. Но вот смотрите, мы совсем недавно узнали, что эти люди получают деньги с обороты нашей структуры. У них есть прирост по второй ветке тысячи бонус-баллов. И знаете, сколько они на данный момент получают? 5 683 рубля. Если бы нас не было, они бы получали, сейчас я вам скажу, они бы получали 2610 рублей, правильно? А если 900 товароборот, то да. Нет, не 2000, подожди, первая группа. Даже меньше 2000 получается, где-то около, ну, 2000-1800 где-то получали бы, да. Ну, 2000-1800 рублей. Уже разницу видите, да? Сейчас их ветка вырастет до 3000 бонус-баллов. Вторая. Они будут с нашей группы получать 10800 рублей поджизненно. Плюс они получат премию в 1000 долларов и октобонус в 70 тысяч рублей. Ну и начисление. Вот, вы понимаете, что эта стратегия, она и более выгодна и выигрышна для всех. Даже для тех, кто вот просто никак не может сняться с ручника и начать хорошо работать. Понимаете, вот он сидит, ну, да, у него там 9% группа. Ну, 2000 у него... Ну, ни шахта, ни валка как бы. А тут его вывели кверху на 22% уровень. Да, у него нет отрыва, но он, как вышестоящий спонсор, получает ту разницу. Ту разницу. Вот, то есть, у него веточка есть 9%, да, одна? И одна вот эта вот, где мы на 22% вытянули его. Вот он получает разницу 22% минус 9, 9% ветка. Со своей ветки он получает 9% и получается со спонсор... Ой, с этого минимальная сумма-то гарантирована 5%, которая идет с директорской группой. То есть, под ним уже директорская группа. Он 13% получает в этой ветке. Разницу 13%. 13%, ну, я говорю 22 минус 9. Да, да. Вот, и получает... И все вместе выходит около 5 тысяч, да, остальное вышестоящему еще спонсору. Ну, вот разберитесь в этих цифрах. Деньги люди получают даже без отрыва. И, допустим, человек не работает, он просто потребитель, да, а ветка у него вышла на 22%. Мы этому человеку пишем, смотри, сделай заказ на 150 баллов, у тебя уже будет 1000 рублей на счету. А пригласи еще людей, работающих, и которые по этой же стратегии вырастят ветку, сколько у тебя будет денег? Да, он простой потребитель, делает на 150 баллов 400 рублей по старой клонировке, да, и либо 1000 по новой системе он получает. То есть вы представляете, сколько можно будет людей разбудить, которые, допустим, как-то, ну, не поняли идею бизнеса, да, не увидели еще какой-то выгоды, но вы можете им показать в личном кабинете структуру, показать их уровень и объяснить все выгоды и преимущества построения второй ветки. Я думаю, что нет таких людей, особенно сейчас, которые бы отказались от действующего бизнеса. Это реально действующий бизнес, это крутой бонус, который приносит деньги. Это уникально, это просто уникальная возможность, которую предоставляет наша система и компания Reflame. И давайте мы с вами забудем о слове «съедать». Мы тоже раньше его очень часто употребляли. Да я сейчас вот все же никак не могу дойти до этого слова. Мы всегда переживали, что у партнеров и у нас там не будет отрыва, особенно первое время. А теперь мы понимаем, какой вообще, какая речь может быть идти об отрыве. Вот мы посмотрели на эти цифры, а сейчас мы употребляем другое слово – «вытолкнуть». То есть общекомандная первая ветка, она действительно выталкивает человека на хороший уровень доходов. И вот смотрите стратегия. То есть в этом каталоге, это третий каталог, осталось буквально полторы недели. Ребят, нам с вами нужно сконцентрировать усилия на первой ветке. А те, кто находится, еще раз повторюсь, да, на уровне 9%, на уровне 12%, вы выходите на 15%. 15-18. Кто находится на уровне 12-15, вы выходите на уровень 15-22%. Раньше было сложновато по старой схеме, с 12 на 15%. А кто находится на уровне 22%, тот выходит на уровень золотого директора. Но это все, конечно, зависит от того, как работает у вас вторая ветка. Если она уже на уровне 15%, то вы можете уже выйти на золотого. Если уровень там меньше, то в следующем каталоге вас ждет золотой директор. Таким образом, концентрируем напряжение на первой ветке. И я обращаюсь ко всем. Но вот кто находится сейчас на 18% уровне, тот может уже подключать усилия по второй ветке. Все, кто до 18%, действуем по правилам. Если уж работаем командой, то работаем командой. То есть все условия соблюдаем. И есть еще такое выражение, лучше строить здание всем миром, чем поодиночке. Намного быстрее мы построим одно здание, и буквально это можно сделать за каталог. Все вместе, чем поодиночке будем болтаться по разным веточкам. Те ребята, которые находятся сейчас на вторых ветках, вы не переживайте. У вас работа идет по той же стратегии. Просто ваши спонсоры, они концентрируют в данном каталоге 80% усилий на первой ветке, 20% на второй ветке. А потом уже идет перераспределение усилий в следующем каталоге. 60% по первой ветке, 40% по второй и так далее, и так далее, в зависимости от уровня. То есть одни вы не останетесь. Ну вот могу привести пример тех же самых Маши и Паши. У них спонсорской ветки как таковой не было. Но это им не помешало очень быстро вырасти. Так. Как структура построена, если в ней одинаковое количество человек, и они все сделают по 150 баллов, в принципе, только в том, что эта ветка быстрее станет директорской. Аня, вот тут в принципе, да, в принципе, ты сама решаешь. Нет такого вообще понятия, спонсорская ветка, не спонсорская. Спонсорская – это та, с которой, ой, это тот, ой, спонсорство, начиная с того новичка, которого тебя зарегистрировал твой вышестоящий спонсор. Правильно? Правильно? Ань, подожди. Он же тебе двух в первую линию не регистрировал. Смотри, если в этом каталоге все партнеры в твоей ветке, сколько у тебя по первой ветке людей? Скажи мне количество этих людей. А, угу. Ну, это вообще будет замечательно, если у тебя одновременно пойдет рост и по первой ветке, и по второй ветке. Это будет супер. Я, кстати, вам рекомендую всем взять листочки и нарисовать все перспективы данного роста. То есть посмотреть, сколько у вас действительно работающих партнеров идет по первой ветке, и сколько реально они могут за каталог зарегистрировать людей, и какое количество из них будет работать, и также включится быстро в работу. И тогда вы уже поймете, какой уровень вам светит в данном каталоге. Я бы сделала именно так, потому что данный бизнес любит цифры, данный бизнес любит стратегии. Мы выезжаем только на стратегиях. Стратегия, она вообще все вопросы решает махом. Аня, я вот почему про спонсорскую начал говорить. Вот нет такого понятия спонсорская, не спонсорская. У тебя вот две одинаковые там или три ветки, к примеру, да, одинаковые. Люди везде одинаково работают. Выбирай сама. Просчитывай стратегию, действительно. Какая ветка из них быстрее выйдет на 22%. Какую ветку можно быстрее вывести на 22%? Оля, мы как раз, вот смотри, сейчас показывали табличку, я еще раз тебе ее покажу. Просто у тебя возник вопрос по поводу того, что не будешь получать никакого дохода. Доход будет в любом случае. То есть у тебя растет ветка, да? Допустим, второй ветки пока у тебя нет. Ты посмотри, первая веточка, так, первая группа, у тебя, допустим, дает за каталог 1000 бонус-баллов. Хотя, может быть, намного больше, конечно, при такой стратегии. Ты делаешь личные 150 бонус-баллов. Получаешь 405 рублей. Во втором каталоге ветка тебе уже дает 3000 бонус-баллов. И ты уже начинаешь строить вторую. Доход 675 рублей. И ты начинаешь строить вторую. Потом в третьем каталоге ветка тебя уже выталкивает на директора. 1000 рублей. Ты вторую ветку уже строишь. В любом случае у тебя будет больше по доходу. В любом случае. Просто мы говорим о перспективе. Лучше за 3 каталога выйти на хороший доход, чем болтаться, там, я не знаю, 5-6 каталогов. Непонятно, с какой перспективой и непонятно, с какими доходами. Мы говорим вам про эту стратегию, в первую очередь. А в какую ветку будет регистрировать спонсор? Вы договоритесь со своим спонсором. Скажите, Петя, мне надо вот лучше вот эта ветка. Ему без разницы, в какую ветку регистрировать вам людей. Если вам выгодней, если вы лично видите, что вот эта ветка быстрее у всех остальных выйдет на 22%, все. Говори там, Аня, регистрируй мне в среднюю вот эту ветку всех новичков. Маша правильно говорит. Тут важно понимать. То есть поставьте на чашу весов две стратегии. То есть либо получать скидку 1000 рублей, либо за короткий период выйти вот на такие доходы. Получить все премии и получать действительно нормальный, хороший доход от 10 тысяч рублей и выше. Ну, если у вас прирост там идет по второй ветке, допустим, 3000 бонус баллов. Я хочу сейчас дать слово Лине. Потом, Маш, если можешь выступить, я дам тебе слово. Потому что у вас как раз система работы, несколько каталогов такая. То есть у Маши, Паши, я точно знаю, и Лина, насколько я знаю, также строит систему работы. Лин, ты готова выйти? По поводу объяснения системы новичкам, да, конечно, это дело каждого. Но нет никаких условий обязательных, как строить структуру. Хоть чебурашкой, хоть там, я не знаю, хоть ромашкой. Как хотите, так и объясняйте. Ой, пусть человек так и работает. Лин, все, Лина выходит. Ой, у меня даже камера, что ли, работает, все равно. Привет! Слышно, видно? Какой-то волшебный день фонит. Ага, сейчас, сейчас. Так, а так фонит. Я потише сделала. Да. Извините, пожалуйста, кто оглох. Я не хотела. Скажите, теперь нормально меня слышно? Кто-то говорит громче, кто-то от меня оглох нечаянно. Ну ладно. Привет! Привет! По депо-стратегии. В любом случае, всем новичкам нужно давать выбор. Объяснять, что либо ты будешь идти до директора с более-менее нормальным доходом, но это будет гораздо дольше, либо, соответственно, ты идешь действительно усилиями всей своей команды. Пойдешь свою планету проводить? Не пойдешь? Ну ладно. Либо, соответственно, вы всеми усилиями делаете одну 22-процентную ветку, с которой всем будет идти плюс. Почему? Смотрите, например, просто простой вариант. Вы зарегистрировали человека, и он начал самостоятельно строить свою веточку. Туда зарегистрировал человека, ну, то есть своего партнера, и дальше у него рекрутинг не пошел. То есть он человека не укрепляет, так скажем. А теперь представьте, что этот новичок, своего же новичка, зарегистрировал в одну общую ветку, куда все люди регистрируют. Тогда он автоматически будет подниматься, подниматься, подниматься. Пускай даже если он будет без отрыва, в любом случае на уровне 22%, он будет сразу же иметь 22% от своего заказа, и когда у него будут появляться новые люди, его уже второй ветки, то с этой ветки он будет всегда иметь 22%. То есть понимаете? Тут, получается, нужно смотреть на перспективу, на будущее. Что куда выгоднее сидеть действительно на 22%, например, без отрыва, чем на 9% с отрывом. Ну, понятно, что сейчас для новичков это будет вообще, наверное, какой-то каламбур в голове. Но для того, чтобы с этим разобраться, чтобы с этим разобраться, я все-таки вам всем советую, либо позвоните вашему спонсору. Если он все-таки находится в вашем городе, то прямо устройте встречу, потому что в этом нужно прямо разобраться детально. То есть устройте встречу в кафешке или, возможно, дома. Придите на эту встречу уже сразу с нарисованной своей структурой, то есть по информационному листу полностью нарисуйте свою структуру. И спонсорам лично все это пропишите. Так, Лен, не поняла, 22% потом отрыв. Но это я сейчас говорю про тех, кто уже, например, на уровне, сейчас 15%, пускай они своей сильной веткой, вернее, свою сильную ветку еще сильнее укрепят, и она их вытолкнет на 22%. То есть их люди вытолкнутся, кто, ну, то есть пониже, и кто выше. О, Господи, это так сложно объяснять, на самом деле. Это надо действительно рисовать, чтобы люди понимали, какая будет... Но я не могу сейчас объяснить то, что у меня в голове находится. И смотрите, если, например, вы зарегистрируете человечка в сильную ветку, и он не начал вообще работать, но его ветка вытолкнула на 22%, то есть понимаете, да? Вы в любой момент можете ему позвонить и сказать, слушай, друг, а ты вообще-то уже директор. И что это значит? То есть теперь, когда он начнет растить свою вторую ветку, ему со второй ветки всегда будет идти 22%. Вот я сейчас о чем хотела сказать. На новичков, конечно, бежать не надо. Пускай работают и работают, всех в одну веточку делают, и все. Если сделает заказ любой, то этот новичок в любом случае в вашей структуре будет год находиться. А за год на директора выйдет, но это просто нереально не выйдет, точнее, вот так. Процент я еще две недели не... А, ты сейчас, Маша, ты уже в чате, да, общаешься? Оль, насколько я знаю, у нас встреча с вашей командой намечается на этой неделе, поэтому мы это все обсудим лично, детально с каждым человеком. Поэтому я настоятельно рекомендую на встречу прийти и это все обрисовать. Хорошо? А так в этом нужно, конечно, разбираться, особенно новичкам. Это нужно именно прорисовывать ветки на листочке и смотреть, что будет, если концентрация внимания всех людей будет на одной ветке. Конечно, она как ракета просто взлетит и выстрелит. А потом точно так же партнер, который достигает уровня 20%, начиная со своим уже новым партнером, еще одну такую турбоморковку, турбососиску создавать и так далее, соответственно. И бриллианта за год сделать, ну, только ленивый, мне кажется, не сделать бриллианта за год по такой стратегии. В принципе, у меня все. Ну, извините, еще раз колория нечаянно оглушила, я не хотела. Все, пока. Не из легких, особенно для ребят, которые только пришли. Тут говорят про всякие турбоколбаски, про стратегии на выходы на золотого директора и так далее, и так далее. Ребят, новые, не грузите, пожалуйста, себя очень сильно этой информацией. Просто понимайте, что в минус вам это все равно не будет. Мы все сделаем так, чтобы вы почувствовали выгоду в любом случае. Нам важно, чтобы люди, наши партнеры все росли и сразу видели деньги, выходили на доход. То есть не висели там по полгода на уровне, не знаю, 12% или 9%, а быстро выходили на директоров. Вот нам это важно. И знаете, еще вот Роберт говорил, мне очень понравился такой пример. Человека недоученного, допустим, ну, учится он на права, да, он еще не сдал на права, но он вроде как-то более-менее умеет ездить. Он за руль не посадит. Я тоже такого человека за руль своей машины не посажу. Я побоюсь это делать, потому что он может такого наворокосить. То же самое и здесь. Здесь идет обучение человека и проверка. Он действительно может или не может. Но в любом случае может, если обучается. Так вот нужно сначала зарегистрировать людей в первую ветку, поработать с ними, понять, как работает система, а потом уже начинать строить второе здание по отлаженной системе. Это намного лучше. Потому что новый человек приходит, регистрирует там в 2-3 ветки ребят и еще сам не знает, как с ними общаться, что делать. Намного проще все-таки учиться на первой ветке, а потом запускать также очень быстро вторую ветку. Вот мне этот пример очень понравился. Действительно, лучше учиться, получать уверенность на первой ветке и выходить потом уже на стройку второй ветки и сразу выходить на золотого директора. Золотой директор – это доход минимум 900 тысяч рублей в год. А просто директор – это доход 400 тысяч рублей в год. Есть разница? Есть разница. А мы все хотим поехать на лайнере. Но есть люди, которые не хотят. Мне кажется, только те, которых по каким-то причинам не выпускают из страны. Так что решайте. Мы, естественно, заставлять никого не будем, потому что это бизнес партнерский, бизнес демократичный, и тут никто никому приказывать не будет. Просто поймите всю выгоду данной стратегии. Поймите. Примеров масса. Мы были в Казани. Там были вот такие ребята, как Алянкины. Была команда Васильевых. Они действительно очень-очень быстро выращивают директоров. Не просто директоров, а золотых директоров. И у них у всех такая стратегия. Это стратегия, которая имеет место быть. Она жизненная. Она уже применена на практике. В команде Альбины Хафизовой есть такая Регина Ижбаева. Это человек, на который решили испытать данную систему. Она пришла в июле. Сейчас она уже старший золотой директор. Старший золотой директор – это человек, у которого доход 100 тысяч рублей в месяц. В закрытом звании. Так вот, вы поймите, что лучше для вас. Получать какие-то там, ну не знаю, 2,5 тысячи рублей с 9% группы. Или все-таки получать уже от 5 тысяч рублей при тех же сроках, но у вас уже есть группа 22%. Понятно, что вторую ветку вы тоже быстро запустите, если будете работать по системе. Теперь у нас никто никого не ест, все друг друга выталкивают, все друг друга любят, работаем командой, все зарабатываем. Просто мы понимаем, что самые жизненные стратегии – это те стратегии, которые дают доход всем, а не верхним людям. Понимаете? Вот это самая жизненная стратегия. Неужели мы будем вам рекомендовать ту стратегию, которая принесет только нам деньги? Зачем нам нужна такая система, которая развалится через 2 месяца и все? Нам этого совсем не надо. Так, по поводу технических моментов. Смотрите, по каждой группе мы сделаем Google таблицу. Вот я знаю, что некоторые ребята уже сделали такие таблички. Там будет информация какая. То есть дата регистрации человека, кто пригласил, кто регистрирует. Ну, графы, номер новичка, электронная почта, телефон, Skype, ID ВКонтакте и информация о том, отправлено письмо или нет. Соответственно, тот человек, который собирается регистрировать своего новичка, он заходит в Google таблицу, смотрит последнего, смотрит его номер. И, соответственно, там пароль будет пока единый для всех. 1, 2, 3, 4. И регистрирует. Потом человек, под которого уже зарегистрировали, он может менять пароль. Но, естественно, он об этом сразу узнает, потому что ему придет сообщение на почту, что у него появился новичок в группе. Ну, и вы, естественно, его об этом предупредите. Да, не меняйте, ребят, новички особенно, не меняйте пароли. Проверяйте свою корзину. Если вы увидели там что-то лишнее, без вашего ответного, то, конечно. Люда, да, есть письмо, есть форма письма, которую мы обычно отправляем при регистрации. По-моему, я тебе это письмо тоже отправляла. А, тебя регистрировала Лена. Ладно, эта форма письма у нас есть в шагах на Google диске и в группе ВКонтакте. Я напомню, то есть скажу, где она находится. Письмо о том, что вы зарегистрированы, какой у вас пароль, какой у вас номер, что нужно делать, первые базовые действия. Ну, так, ну что, поговорили по этому вопросу. Я понимаю, что у вас сейчас очень много вопросов. Давайте сделаем так, чтобы все уже внести ясность по данной стратегии, мы делаем обсуждения по каждой группе. То есть можно общаться спонсору со своим партнером индивидуально. Мы также можем собраться с каждой командой, потому что у нас команд на данный момент много, и обсудить все эти вопросы. А лучше, конечно, рисовать. Правильно Лена сказала, объяснять на словах достаточно сложно. А когда рисуешь, тут уже все понятно, к чему это приведет данная стратегия. Так, ну давайте еще поговорим про личный товарооборот. То есть это тот момент, тот пазл, без которого наш бизнес невозможен. Вы знаете то, что товарооборот у нас строится на личных покупках каждого для себя. Если вы пришли создавать бизнес с многомиллионным товарооборотом, то я вам, ребят, скажу 150 бонус-баллов личных. Это самая простая задача. Если вы пришли не на деньги, может быть, это будет для вас сложнее. Мы обычно говорим прямо. То есть мы не любим, так скажем, человека, ну как-то, какую-то неясность изначально ему давать. Мы говорим сразу, все как есть. Если хочешь эффективность, учись делать личный товарооборот, а сам обучайся и приглашай партнеров в бизнес, которых обучаем на первом этапе мы, сопровождаем, обучаем мы. По поводу ЛТО, смотрите, есть несколько вариантов его создания. Во-первых, сейчас идет, да, Ирина, сейчас идет третий каталог. Этот каталог лучше, чем 17-й. 17-й каталог новогодний, для тех, кто не знает. Нам об этом тоже рассказали Ольга и Роберт. Кто не знает, мы сами в данной системе с 1 июня 2015 года, и мы еще никогда не были в третьем каталоге. То есть мы не участвовали в данном периоде. Но мы видим, какой идет прирост. Он действительно крутой. Ну, вы сами понимаете, почему. Потому что сейчас все покупают подарки своим любимым женщинам и мужчинам, и на этом не экономят. Так вот, ЛТО сделать в этом каталоге можно на раз. И не 150, а намного больше. Но, естественно, мы вам говорим о чем. Больше делать не надо. Тратим на это полдня и забываем. А для новых ребят, ну, разберетесь со своим спонсором и поймете, что дня на ЛТО достаточно будет. Что можно, каким образом сделать 150 баллов. Допустим, позаботиться о себе любимой или о себе любимом. Купить экологен. Великолепную серию. Ну да, для себя любимую обязательно куплю. Да, великолепную серию, которая избавляет от морщин. Вот у меня есть девочка. Она пришла просто на потребление. Сейчас она уже будет нашим полноценным партнером. Потому что она увидела реально, какие есть выгоды. Вот, кстати, по поводу рекрутинга. Можно приглашать сначала на продукт, потом человек уже конкретно включается в бизнес. Она приобрела этот набор экологена. И она просто пищит, вижит. Она говорит, обалдеть, какая крутая серия. То есть все подтянуто, морщинок нет. Шикарно просто. Это 100 бонус баллов. Хватает на 3 месяца этой серии. Плюс она покупает для себя wellness, коктейль. Она хочет похудеть. А действительно, wellness дает результат. У нас уже есть партнеры в команде, которые сильно похудели. Я даже скажу о себе. Я действительно очень сильно похудела, хотя у меня не было такой цели. Просто мне нравится коктейль пить с кефиром. Я понимаю, что мне надо сейчас его пить с молоком, чтобы поправиться. Но я не люблю молоко. Так что мне, наверное, придется как-то совмещать коктейль с едой еще дополнительно. Жень, да. Я, кстати, знаю, что ты действительно работал с луксовыми брендами, рассматривал внимательно твою страницу. И хотелось бы тоже услышать от тебя опыт сравнительный. Может быть, вебинар по этому поводу устроим, или ты просто поделишься также на планерочке. Так, второй вариант. Позаботиться о своих родственниках. Помыть любимых родственников. Допустим, пять семей. Но я подсчитала, что трех семей достаточно будет. Одна семья примерно тратит на средства личной гигиены ну тысячу-полторы тысячи рублей. У кого-то даже, может быть, больше выходит. Вот тебе и 150 бонус-баллов, это пять тысяч рублей. Не забывайте, что потом у вас будет меньше к оплате денег. Вот сейчас мы платим две с половиной тысячи рублей. Мы делаем 200 баллов, потому что у нас номера директорские. Хотя мы можем сейчас тоже делать 150, потому что мы еще старший менеджер, мы не закрыли звание. Но мы вот закроем в четвертом каталоге. Мы решили сразу привыкнуть к вот такому обороту. То есть у мужа 200 баллов и у меня 200 баллов на директорских номерах. Делается это очень просто. Сегодня же делаем уроки параллельно. Хорошая у нас работа, можно параллельно еще уроки с ребенком учить. Совместная закупка. Ну вот тоже есть такой опыт у людей с подругами и коллегами на основной работе. Поскольку вот я уже давно не работаю, выбираю, я этим не занимаюсь. Но у нас есть ребята, которые действительно очень берут хорошие заказы, делают ЛТО с помощью коллег на работе. У кого есть такой опыт, тоже в чате напишите, пожалуйста. Знаю также... Да, Лена. Лена, кстати, вот тоже пришла на соковыжималку, на продукт. И сейчас уже будет директором. Здорово. Классно. И у Жени такой же опыт. Продающая страница в соцсетях. Ну вот я, конечно, так не делаю, потому что мне достаточно просто в ВКонтакте кинуть ролик у Оли или какие-то вкусные фотографии по продуктам, сказать, все, я делаю заказ, давай заказывай. И все. Этого достаточно. Ну кому недостаточно, можете сделать продающую страницу, добавлять туда друзей, сделать тоже вкусные предложения и таким образом сделать ЛТО. Знаю команды, вот и в Иваново так работают, они делают продающие страницы. Но не знаю, стоит ли вообще тратить на это время. Они делают акцент очень сильно на ЛТО. То есть у каждого из них по 500-600 бонус баллов за каталог только ЛТО. Мы не сторонники того, чтобы тратить время на личный товарооборот и делать вот такие объемы. Лучше помочь своим новичкам. Лучше помочь своим новичкам, да. Юля. Мужчины, мужчины вот сидят, может быть, вот уши вянут у них от этих вот вкусных картинок и прочего. Ребята, вообще не напрягайтесь, есть wellness. Реально, три wellness. Ну это ты мужчинам говори, а мы девочки любим помадки. А я про мужчин говорю. 150 баллов, все, друг у тебя пьет, папа пьет, и ты пьешь wellness. Вот еще есть такой вариант. Взять 10 каталогов и раскидать по окрестностям. Ну, я бы не стала, знаете, в ящики кидать и писать фамилию, потому что никто ничего заказывать не будет. Лучше лично в руки отдать там какой-нибудь продавщице, которую вы знаете в соседнем магазине, либо соседу и сказать, помоги начинающему предпринимателю так с юморком и сделать то же самое ЛТО. Ну, мы без стеснения раньше вот на первом этапе отдавали каталог в магазине. Кстати, из этого магазина у нас еще один партнер, тоже пришла на бизнес и тоже скоро станет директором. Вообще, смотрите, какие есть выгоды от всех вот этих вариантов по созданию ЛТО. И то только до тех пор мы эти каталоги, да, раздавали, пока у Анны Сергеевны мама не начала с папой пить витамины. Мои-то сразу начали заказывать витамины, я себе и родителям. Вот мои 150 баллов сделаны. Оксан, да, будет единая табличка по каждой группе. То есть директор создает таблицу по каждой своей группе. И там, соответственно, будут данные по тем людям, которых регистрируют партнеры. То есть вот последний номер, и под этот номер нужно регистрировать другого человека. Так, нанять продавца. Ну, вот я этим занималась летом. Я просто вот написала, помню, Кристине Трубициной. Кто не знает, девочке 14 лет, она в бизнес тоже активно включилась. Я говорю, ну что тебе не подработать? Да, не вопрос. Встретились с ней в СПО, я отдала каталог, и она начала делать ЛТО. Но потом мне показалось, что ей выгоднее просто самой зарегистрироваться и делать ЛТО себе. В общем, вот так вот можно делать. Я знаю, что в других командах есть такой опыт. Ну, и что еще есть? Такой вариант договориться с кем-то из родственников, который... Ой, с кемосом, звека. Который с некий с кемосом продаст зимой. Ну, реально есть такие родственники, которые в легкую пойдут и сделают вам этот личный товарооборот. Вот у меня, допустим, мама. Мама, которая вообще не понимала нашу деятельность, никогда не пользовалась этим реплеймом, велнесом. Она один раз просто взяла каталог на работу. Ну, ради интереса. А она такая серьезная, такая женщина со статусом, со стажем, 30-летним работой. Такой уважаемый врач взяла, пришла с каталогом на работу. Она и медсестрам, и врачам, и заму, короче, всем показала этот каталог. Присылает мне заказ. Там, по-моему, заказ был на 300 бонус-баллов. И сейчас вот каждый каталог 300-400 баллов люди заказывают. Ну, вот понимаете, что на самом деле это совсем не сложно. Она сама удивилась. Я говорю, мама, у тебя просто авторитет. Тебе люди доверяют. И как бы, может быть, немножечко даже не ожидали, что ты придешь с каталогом. И понимает, что уж если Альфия Керамовна пришла с каталогом, то, значит, ей-то уж можно доверять. Но, естественно, она там ничего не продает. Со скидкой 20% девчонки заказы там у нее делают. Вот как-то так. В общем, не надо стесняться. Делайте. Это все очень просто. Главное, не бояться ничего. У девочек вообще с личным товарооборотом проблем не должно быть. Только у девочек знакомых. Я, кстати, знаете, слышала то, что у многих девчонок мужья делают ЛТО. То есть они в бизнесе, а мужья делают ЛТО. А потом включаются уже в бизнес. Скажите, пожалуйста, у кого мужья делают личный товарооборот? С помощью своей основной работы. Так, вот по поводу рекрутинга еще хочу сказать. Кто не знает, это приглашение партнера в бизнес. Точно, Паша же делает. Да. И мне тоже помогает. Велнос пьет сам. И всем рекомендую. Смотрите, сегодня я полноценно поработала с четырех рабочих страниц. Наконец-то я выделила на это время. Так вот у меня получалось с двух, с трех. Ой, вообще, такое удовольствие приносит эта работа. Потому что вот пишешь людям, они действительно интересуются, задают очень хорошие вопросы. А я не веду сейчас длинные диалоги. То есть я пишу о том, что, во-первых, добрый день. Не просто по рабочему вопросу, а просто добрый день. Потому что многих отпугивает сейчас формулировка, можно ли к вам обратиться по рабочему вопросу. Ну, человек отвечает, да, там, добрый день. Ну, естественно, у меня прокачанная страница, там есть посты, нормальная фотка. Потому что это очень важно. Визуалка хорошо работает в социальных сетях. То есть, как говорится, ваш имидж должен соответствовать предложению. Потом я уже пишу то, что надо... Кстати, я вам, по-моему, скидывала сегодня такой шаблон, что мы индивидуальные предприниматели. Даже надо, по-моему, посмотреть. У меня тут написано. Забыла я в слайд включить. Сейчас я вам, ребята, скажу, что я пишу. Прочитаю сразу. У меня сегодня очень много заинтересованных. Одна стопроцентная регистрация и вот еще несколько на подходе. Это действительно работает. Сейчас скажу, кому интересно. Мы с Можем являемся индивидуальными предпринимателями и запустили 8 месяцев назад онлайн-проект, в скобочках, без вложений. Приглашаем партнера людей, желающих изменить свою жизнь с офисной рутинной свободой путешествия. Это возможность развивать свое дело и зарабатывать, не выходя из дома, совмещаясь с учебой, работой и так далее. Вам или вашим знакомым это было бы интересно. Вы знаете, люди практически все отвечали, да, интересно. Потом я, соответственно, спрашиваю, вам как было бы интересно узнать в формате видео или в формате письма? Или мы с вами выйдем на скайп? Многие выбирали в формате письма. Я им тоже кидала коротенькую, такую, коротенький текст. Кстати, некоторые даже спрашивали это о Reflame, потому что по тексту было понятно. Я говорю, да, но система работает другая. И сразу скидываю справку о доходе, чтобы они видели, потому что я не могу писать слово Reflame. Одна сразу сказала, я регистрируюсь. Вторая сказала, ну, расскажите подробнее о системе работы. Я говорю, давайте презентацию скину, там на вебинар я еще хочу пригласить. И все. То есть, видите, работает. Решила вот испытать сегодня такую систему. Напишу вам текст, который я им второй кидаю, потому что вот я вот здесь не указала у себя в заметках. Так, посмотрите. В принципе, работает. Мне вообще очень понравилась сегодня такая система работы. Ну, естественно, они обратили еще внимание на посты. Я поставила информацию о том, что, ну, я индивидуальный предприниматель, там передам бизнес родителям. Многих это, конечно, очень цепляет. И я на рабочую страницу, на первую, первую свою, где у меня больше тысячи друзей, поставила несколько постов. Мне написало три человека, что за проект, что за работа. То есть, рабочие страницы, как в плане пассивного рекрутинга, тоже очень хорошо работают. Вот. Ну и что? Правильно говорит Лина, что приглашаем мы на бизнес, а не на работу. Вот я поняла, была у нас такая небольшая ошибочка, мы приглашали на работу. И люди сразу как-то неправильно настраивались на диалог. Действительно, нужно приглашать на бизнес. И вот в моем вот этом вот первом сообщении действительно звучит уже информация о том, что мы предлагаем бизнес. Человек уже на нужную волну настраивается. Дальше можно уже с ним нормально, конструктивно общаться. Шаблон скину в чат и прямо вот после планерки я залью в обсуждение, где у нас есть удачные диалоги, название удачные диалоги. Так, дальше. Ну и количество действий. Да, действительно, чем больше будет у нас приглашений, тем, конечно, будет лучше конверсия, тем будет больше регистрации. Это уже понятно. Ну, ребят, проверено временем. Если хотите очень быстрого результата, то делайте сообщение о работе минимум 100 в день. Ну, вот я с четырех страниц работаю, но я сделала приглашение, конечно, не все там откликнулись, написала «Добрый день». И у меня получилось сегодня около 50 таких вот диалогов. Лучше, конечно, делать больше. То есть вот у вас в ВКонтакте, допустим, есть страницы, есть страницы на Фейсбуке. На Фейсбуке тоже можно работать, там так не банят. Можно работать в Инстаграм, давать информацию и имиджам, команды также работать. Но это я новичкам говорю. Те, кто уже давно в бизнесе, у вас есть свои фотографии, которые могут зацепить человека. Вот, самое главное, чтобы фотки были живые, такие вот, как сказать, близкие по духу человеку. Не какие-то там, приглашаю на, ну, работы в интернете, заработок в интернете 2-3 часа в день, без вложений. Это уже всем приелось. Нужно более творчески к этому подходить. И, ребята, результат 100% будет. Сегодня написал мне человек на личную страницу. Расскажите о работе. Я пишу, каким образом вы ко мне пришли. Я всегда спрашиваю, потому что бывает так, что приходят ребята от партнеров. Ну, вот, допустим, увидели у вас пост, перепост, да, на странице и пришли ко мне. Естественно, он пришел, если от вас, я направлю этого человека к вам. Либо зарегистрирую под вас его. Вот, и она пишет, просто смотрела фотографии и наткнулась вот на вашу яркую страницу. Мне стало интересно. В общем, еще раз говорю, что визуалка очень сильно работает. Прокачивайте, не ленитесь. Там, по 2-3 поста в день обязательно делайте. Смотрите, новичкам говорю, своих партнеров, как они это делают. Ну, и у нас в обучающей группе, в разделе фотоальбомы, есть раздел работающие посты. Кстати, я давно туда не загружала информацию. Вот можете брать оттуда и прокачивать страницу. И я не рекомендую. Так, что-то у меня тут. А лучше, ребят, попросите своего спонсора, чтобы он вашу страницу везде кинул, чтобы ее все прокачали. У нас только в одних ястребах 350 человек. Представьте, вам сразу удавается 350 человек. А, Анюта пишет, что только из-за фотки отреагировала. Ну, вот, вот реальные примеры. Вот, Анюта, сейчас я смотрю, что ты тоже по этому принципу идешь. И вот напиши про свой опыт. У тебя же тоже люди на фотографии реагируют, потому что они у тебя очень яркие, очень красивые. И посты там крутые. Вот напиши, есть ли этот результат? Работает же это. Потому что я сама отреагировала на фотографии Оли из путешествий. И я решила вот таким же методом работать. Я знаю, что это цепляет. Да, реагирует. Ну, вот так вот. Так, что еще, что еще? А, бойтесь перепостов. Ну, перепосты можно, в принципе, делать по важным каким-то событиям. Да, если, допустим, человек вышел там на директора, или какие-то измышления вашего партнера интересные, размышления. Но в основном лучше писать от себя, потому что приходят потом люди не к вам, а они идут на пост вот этого человека, которого вы перепостили. Нет, можно просто скопировать и от себя поставить. Без перепоста. Я тоже очень радовалась. Я вообще до сих пор радуюсь, когда мне сами пишут. Это так классно. Метод пассивного рекрутинга. Вроде ничего особого не делать, и люди сами пишут, интересуются, а потом еще регистрируются. Как у меня прям, на одну фотографию работают. Да, и знаете, что интересно? Никому ничего не предлагают. Люди уже хотят попасть в команду, поэтому, ребята, нам действительно надо поддерживать имидж команды. Нам нужно почаще встречаться и придумывать какие-нибудь новые, интересные, крутые штуки, которые привлекут к нам ребят, и они также будут поддерживать вот этот образ жизни, буквально для себя, делать товарооборот, зарабатывать деньги и путешествовать вместе с нами. Ну, вот как-то так. Вот это вот и есть фишка основная, которая работает. По поводу акцентов третьего каталога, просто хочу вас предупредить. То, что сейчас действительно сезон очень высокий, лучше даже, чем новогодний. Не расслабляйтесь. Делайте акцент на рекрутинге. Приглашайте партнеров, чтобы потом, когда будет спадик, спад апрель-май все-таки он может быть, хотя вряд ли по нашей системе он будет, потому что вот мы боялись января, у нас был только прирост, то есть спада у нас не было. Чтобы у вас уже была защита. То есть есть люди, есть партнеры, которые работают, и, соответственно, чтобы ваша система строилась не на личном товарообороте, не на каких-то там продажах, а именно на работающих партнерах. Не забывайте, пожалуйста, про квалификацию в Сочи. Минимум два курекрута должно быть. Ребята, которые зарегистрировались только в этом каталоге, вам можно сделать свой ЛТО, 150 баллов, рекомендую, не 100, потому что деньги вы увидите только, когда будете делать ЛТО на 150 баллов. Ну и, соответственно, вы также приглашаете человека, который также хочет поехать в Сочи зарабатывать деньги и хочет поехать не только в Сочи, но и на поездном лайнере. Он, соответственно, также делает свои эти 150 баллов, и все отлично. То есть и вы в Сочи едете, и он едет. Ну, ему, соответственно, также нужно будет желающего одного пригласить. Ну и не забывайте то, что до восьмого каталога у вас суммарно должно быть 20 курекрутов. То есть это ребят, которые сделали заказ минимум на 100 бонус-баллов. Но если мы приглашаем работающих, то тогда на 150 баллов нужно делать. Да, Настя, смотри, для Сочи нужны отрывы от ниже стоящих. Но у нас какой расчет? Вот сейчас идет третий каталог. Я вам говорила, что за два каталога группу можно вывести на 15%. Группа, которая с нуля идет. А группа, которая уже на 15%, она, в принципе, за этот каталог может выйти на уровень 22%. Так вот, отрыв можно сделать тот же самый за один-два каталога. То есть сейчас третий, четвертый, пятый, шестой. У вас три с половиной каталога для того, чтобы вырастить одну 22% группу и сделать отрыв. Вот по этой системе. Для новичков еще проще. Для новичков это еще проще. Новичкам нужно выйти вообще на уровень 15% к шестому каталогу. Ну и потом, ставьте все-таки на чашу весов, что для вас важнее, доход или поехать в Сочи. И никогда, никогда не думайте про какие-то сценарии плохие. Пишите сразу сценарий положительный. Что у вас будет и отрыв, у вас будет и Сочи, у вас будет доход, у вас будет лайнер. Пишите такой сценарий. Не ориентируйтесь просто на один Сочи, чтобы вот только ради Сочи я буду делать отрыв. Сразу все ходы прописывайте. В любом случае нужно получать выгоды по всем вариантам. Ну, опять же говорю, действительно нам надо с вами либо встретиться как-то в Скайпе с каждым отдельно, либо в чате прописать стратегию, чтобы уже внести ясность. Да, мысли в космос. Точно. Мысли в космос очень работают. Вот мы, допустим, с Сергеем недавно ехали, и у нас были такие мысли по поводу партнера. Эти мысли два дня подряд осуществляются. Уже да. Ну, честно, мы вам признаемся, мы же очень хотим выйти на уровень бриллиантовых директоров. И у нас сейчас шестая группа запускается. Так, полу-полу. И мы хотим туда действительно партнеров, которые выйдут за два с половиной каталога на уровень директоров. Мы запустили мысли в космос, и нам звонит семья, которая сказала, мы очень хотим быть в вашей команде, мы хотим работать с вами. Правда, потом, как оказалось, один представитель зарегистрирован в компании, и мы, конечно, уже сказали, ребят, извините, работайте только с теми спонсорами, с которыми вы сейчас есть. Мы не можем вас принять. Но потом звонит другой человек сразу же спустя, по-моему, через... Ну, не звонит, пишет спустя два часа и говорит, а мы с ней уже общались месяца два до этого. Она сказала, все, я точно принимаю решение. Она очень серьезная девушка. В общем, вот смотрите, посылайте мысли в космос, говорите, я хочу, прям вот слух произносите, что вы хотите, и все получится. Все, я закончила. Сегодня я хотела дать слово многим партнерам, но получилось, что тут у нас говорила только Лина. Поскольку очень серьезный вопрос, все-таки нужно было все проговорить. Если у вас еще есть вопросы, какие-то пожелания, пишите, постараемся ответить. Но вот уже час прошел, наверное, будем закругляться. Вот посмотрите на этот остров. Мы очень хотим вместе с вами в декабре этого года уже вот на этом острове проводить вебинары. Кто поедет с нами на Бали? Новый год здорово уже провести на острове, компания такой большой. О, Линочка, куда же без тебя? Ты, конечно, поедешься, никуда не денешься. Лина уже давно. Все поедем, ребят, все поедем. Ребят, все поедем. Давайте визуализировать, давайте вот представлять. Это действительно работает. Вот как бы это вот не звучало смешно, но это работает. Мы с Сергеем сами в шоке просто были. Вот вчера мы ездили на две встречи с командами, и как у нас встречи прошли, просто феерично. Потому что мы хотели результаты, мы его получили. Просто нужно хотеть верить, и все действительно получится. Никогда, никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки. И все у вас получится, и у нас тоже все получится. Ну что, давайте тогда будем заканчивать. Мы все вас очень-очень любим. Встретимся скоро на запуске каталога. Те, кто поблизости, ребята, в Вежевске, обязательно приходите. Приводите с собой новых партнеров. Мы, когда вот были на прошлом запуске, помню, пришли, ну, ребята, которые еще не были сильно включены в деятельность. Вот есть у нас один такой партнер очень серьезный. Он сказал, знаете, после этого запуска я все, я ухожу с работы, я буду здесь работать. Ну, ну, как ухожу? То есть вот он, буквально вот ему месяц остался. Это мужчина. Это мужчина. Он собрал уже команду, и все, низкий старт. Так что приходите на запуск и приводите партнеров. Потому что тот запуск был вообще нереально крутой. Многие очень загорелись. И увидели, что действительно вот есть команда. Ну, ладно, сейчас я включу вам ролик, какой-нибудь ролик, посмотрю, давно мы уже не заполняли. И дальше мы с вами будем общаться в чате. Все, всех любим, всем пока. Пока-пока. Пока.